Рассказ Евгения Носова «Весенними тропами» 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 «Эти неутомимые связные весны» Рассказ Евгения Носова «Весенними тропами» 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 Говорит, заседать мешают В самые окна целый день кричат А ты заседай поменьше Нос не в бумагу, а в дело суй Так-то оно лучше будет За городом уже пестро от проталин Чернили гребни прошлогодней пахоты Бурели пролысени старой травы Солнце плавило остатки снега И воздух звенел от стеклянного шороха Бесчетного множества подтаявших льдинок От стекающей капля за каплей Где-то в тайниках сугробов талой воды Поднял фотоаппарат Но тут же опустил его Не взять, не донести Все это весеннее брожение Мертвая картина Нет в ней души В рамке видоискателя Всего лишь однообразное поле Даже глазу остановиться не на чем Напечатаешь такой снимок И все пожмут плечами Стоило из-за него лазить Поэтак это грязище Чтобы выкроить пейзаж Я зашагал к лесу, к реке Долго лазил по зарослям Береговым обрывом Снимал лесные дороги Полные талой воды Просыхающие песчаные отмели По летнему зеленые сосны На берегу реки Но вскоре снова пришлось Опустить аппарат Потому что вдруг Откуда-то накатилась сизая туча Накрыло солнце В лесу пропали тени от деревьев Вода в реке стала черной Повалил снег Мохнатые обильные хлопья Я стоял на береговом обрыве Мир сузился до нескольких шагов И весь этот мир Белый, метущийся рой На черной бездной Снежинки кружились Стремясь не упасть Хоть сколько-нибудь продержаться Отдалить мгновение гибели Но обессиленные Покорно падали В неподвижную воду А из глубины омута Им навстречу летели Такие же безошибочно Находили в хороводе Свою пару И у грани воды И неба Сливались воедино Чтобы затем Исчезнуть навсегда Разве можно Одним нажатием пальца Запечатлеть такое? В кустах Послышался Отрывистый лай трубача Я поспешил на голос На краю Открывшейся поляны У костерка На корточках сидел человек Шапка и плечи Запорошены снегом Руки Зябко простерты Над огнем В нескольких шагах Под деревом Стоял подрамник С неоконченным этюдом Рыжий дуб На краю опушки Не помешал? Нет, пожалуйста Холодно работать Посочувствовал я Холодновато Передернул плечами художник Руки зябнут Но что поделаешь Искусство, как говорится Требует жертв А тут еще Откуда-то снег взялся Приходится вот Пережидать Я притащил сухую Варежину Поломал И положил в костер Огонь быстро Набрал силу Снежинки уже Не осмеливались Садиться На самые угли Удивительное это время Март Сказал художник Потирая над огнем Одна, а другую Длиннопалые Выпачканные Красками руки Голые деревья Голые поля Лужи и грязь На дорогах Но встанешь утром А на стене Зайчик И улыбаешься Как школьник А потом Собираешь краски Кисти И шлепаешь Куда глаза Глядят По грязи По лужам Черт знает Что такое Взрослый человек Снегопад Внезапно Прекратился По запорошенной Поляне Промчалась Синяя тень Убегающей тучи И снова Все вокруг Засияло Молодо Радостно Дуб Облюбованный художником Ярко вспыхнул На солнце Бронзовыми Вихрами Листвы И отбросил От себя Длинную тень Через всю поляну К ногам Двух Обнявшихся Молодых березок На другом На другом Ее конце Вот и солнце Обрадовался Живописец И поспешил К холсту Он работал Сосредоточенно Быстро Будто боялся Что внезапное Ненастье Может снова Погасить краски Сидя у огня Я следил Как постепенно После точных Неуловимых Мазков Кистью Оживал И от ветки К ветке Зажигался Солнечным светом Лесной великан Здорово У вас получается Не удержался Я Художник Обвернулся На мои слова И усмехнувшись Поморщился Я вот понесу Холст домой А по дороге Тоже Будут Восхищаться Как живописно Смотрите Какая прелесть Неужели У нас Есть такие места Но никому И не вдомек Что я несу Букет Без запаха Самое главное Аромат Не сумел Унести с собой Он остался Здесь В лесу А вы говорите Получается Черта с два Вот если бы Принести горсть Лесного тумана Или сберечь Хоть одну Снежинку И показать людям Это было бы Действительно здорово Вот в чем Вся заковырка Искусства Донести Не расплескать Но попробуй Донести Вот он Шельмец Журчит в кустах Там ручеек Кружка воды Но шуму На весь лес То он В корнях Запутался Жужжит Как шмель То где-то Промытым Ледяным коридором Всплескиваясь Мчится То опять Сердится На завалах А с обрыва В реку Стекает По корням Подмытого дерева Рассыпается На множество Струй И отдает В тишине Хрустальным Звоном Кажаная Упавшая С высоты Капля Попробуй Изобрази Изобрази А? И все же Надо добиваться Ведь можно Я знаю Могли же Левитан Васильев Шишкин Все Все Это Художник Говорил Топчас Уйтюда Приминаясь Ноги на ногу При этом Он то и дело Делал Быстрые Короткие Удары Кистью То Отступив На шаг Другой Внимательно Вглядывался В работу То Заменив Кисть И набрав На палитре Нужную Краску Снова Склонялся Над холстом В грязь В слякоть За горсть Тумана За песню Жаворонка А ведь Нам Литераторам Подчас Не хватает Этой Простой Незаметной Жертвы Для искусства Думал я Разглядывая Его Мокрые Ботинки Мы часто Стараемся Написать Так Чтобы не Замочить Башмаков И цветы У нас Тоже Бывают Без запаха Бумажные И у нас Ведь Та же Заковыха Донести Не расплескать А вокруг Столько Хорошего На нашей Просторной Земле Наконец Подрамник Был поставлен К дереву И повернут Написанным К стволу Мы Засобирались Домой Лесная Дорога Нестами Совсем Превратилась В реку И мы С трудом Пробирались По мокрому Зернистому Снегу На обочине В поле Тоже Заметно Умножились Проталины По низинам То здесь То там Осколками Зеркала Блестели Озера Талой воды А во врагах Уже в открытую Клокотали Потоки Трубач Парился В лучезарной Голубизне И только Серебряный Звон Песенки Плыл Над Пробуждающейся Землей Как донести Не расплескать Все это И рассказать О весне Паре Великого Обновления Продолжение следует... Продолжение следует...